В Польше ветераны Второй мировой и все, кому не безразлично настоящая история своей страны, вспоминали генерала Ивана Черняховского. Люди пришли возложить цветы к месту гибели героя-освободителя. Раньше там стоял памятник, который теперь по решению властей демонтируют. Многие называют это не иначе, как актом вандализма. Подробности у Андрея Михайлова. Полуразрушенная стела вокруг наспеха, возведенный забор. Так сейчас выглядит памятник генералу Черняховскому в польском городе Пененжино. Именно на этом месте военачальник, участвующий в операции по освобождению Польши от фашистов, получил смертельное ранение. Цветы в годовщину его гибели теперь приходится возлагать к закрытым на замок воротам. В таком состоянии монумент находится уже полгода. В сентябре польские власти начали демонтаж памятника, сняв барыльев Черняховского. Начато обещают закончить в ближайшее время. Официальная причина – существование монумента якобы противоречит польским национальным интересам. Нельзя в угоду политической конъюнктуре, подстраиваясь под те или иные нынешние отношения, менять историю. Это всегда приводит к ошибкам и только мешает выстраиванию нормальных, дружественных отношений между странами и международами. Похоже, что мнение польских ветеранов, которые освобождали родную землю вместе с Черняховским и простых поляков для местных властей, оказалось неважно. Уверен, что нельзя допускать такие вещи. Если бы не советские солдаты, Польши бы не было. 600 тысяч человек отдали свои жизни за свободу. Мы вместе боролись против нацизма. Вычеркнуть из прошлого сотрудничество советских и польских солдат невозможно. Иван Черняховский был самым молодым генералом армии и самым молодым командующим фронтом за всю историю Советской Армии. Дважды Герой Советского Союза. В 37 лет он ввел в бой войска 3-го Белорусского фронта, которые под его началом успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Восточно-Прусской и многих других операциях. До Дня Победы он не дожил всего несколько месяцев. Памятники должны находиться там, где происходили события, в честь которых они установлены. Мы же не можем перенести куда-то еще место, где Черняховский получил смертельное ранение. Соответственно, и перенос памятника, установленного здесь в память об этом событии, не имеет никакого смысла. Сейчас барельеф Черняховского пылится на городском складе, и возвращать его на место городские власти явно не собираются. В этой связи было принято решение перевезти его в Россию. Польша же, по всей видимости, не намерена отказываться от попыток переписать историю. За последнее время в этой стране было демонтировано сразу несколько монументов советским воинам. В том числе первый мемориал, построенный в Варшаве после войны, памятник советско-польскому братству по оружию. При том, что подавляющее большинство жителей города, больше 70%, были против. А монумент благодарности Красной Армии в городе Лиманово буквально снесли с помощью экскаватора. Российский МИД неоднократно направлял польским властям ноты протеста в связи с подобным обращением с памятниками советским воинам, отдавших свои жизни за независимость польского государства. Но все обращения были проигнорированы.